всем привет сегодня хотелось бы поднять тему про свой возраст и действие эффективность или безэффективность и косметологических процедур знаете выбирая тему активной косметологии у себя на канале я вниз некотором роде при подписала себе приговор о том что своим внешним видом я все время должна вам демонстрировать так или иначе крутизну в этой beauty индустрии до о том что если ты сделал хотя бы одну процедуру то она вау на всю жизнь тебе сразу улучшила результат и несмотря на то что все же я считаю есть возможность и виден прогресс даже с годами так как я выглядела 5 лет назад и как выгляжу сейчас у меня даже на канале есть ролик записанный в 2011 году посмотрите и сравните вообще да как это все работает но все же постоянно снова и снова я получаю комментарии о том что ой столько уже всего колола он столько уже всего делала и все равно выглядишь на 40 с хвостиком или о том что ой ну губы живут там совсем отдельной жизнью и раньше было лучше да как вы знаете как вообще было раньше да если ты чаще всего я предполагаю что люди на канал по ну только пришли до мимо проходили уже складывает о том как было раньше теперь по существу должна внести небольшую ясность на эту тему что то ли разочаровать вас то ли обрадовать но все косметологические процедуры имеют временный результат все абсолютно все именно поэтому люди их выбирают несмотря на их стоимость несмотря на их болезненность несмотря на их опасность да несмотря на показания противопоказания все имеют временный результат будь то к примеру мы берем филлеры филлеры как наполнители филлеры как восстановители объема губы скулы там я не знаю носослезная борозда убрать синяки под глазами при помощи филлеров все действие заканчивается от трех месяцев губы до шести месяцев 36 месяцев потом под действием собственной гелорунидаза это все дело расщепляется и действие геля выходит нити нити для армирования те которые я не очень люблю и нити для подтяжки тоже действует ну 6 но 8 но 12 месяцев не больше потом они рассасываются нищие нити не рассасывающиеся есть нити для подтяжки не рассасывающиеся такие специальные хирургические с насичками они действуют 23 года но если вы при этом у вас стрессовая ситуация если как по каким-то причинам кто усиливается быстрее да то есть по психологическим причинам когда вы живете в шоке или что-то на вас сыпется снова и снова какие-то неприятности и это действие быстро закончится бутулотоксины тоже действие выходит от трех месяцев до полугода более того если у вас активный образ жизни если вы занимаетесь спортом то действие может быть еще сильнее быстрее выходить если у вас если вы тоже живете в постоянной стрессовой ситуации то должна вас разочаровать на действие бутулотоксина заканчивается еще быстрее чем если бы вы занимались спортом это уже доказано что стресс на бутулотоксина рассасывает влияет рассасывающий намного быстрее всего эффективнее всего если мы берем какие-либо пластические операции да то есть не контурную пластику а именно пластику хирургическую то здесь конечно действие может быть продлиться там ну на пять лет но опять таки нам хочется что нам не хочется стать юный как девочка в любом случае какие взгляд в любом случае другие части тела будут выдавать возраст нам хочется что нам хочется задержать хотя бы тот возраст который у нас есть если если бы она не рассасывалась то в риск был бы намного выше именно потому что она рассасывается мы эти процедуры выбираем поэтому когда люди пишут о том что повторюсь что ничего не работает и так далее ну вы с чем сравниваете да то есть хочется спросить я привожу до и после я показываю вы можете благодаря постоянному ведению канала вы можете отследить насколько это работает вы меня видите тут два раза в неделю да и вы можете отследить вышло действие не вышло это и есть плюсы я хочу чтобы вы это ценили ну те немногие из вас которые благодаря спасибо большое большинство из вас действительно ценят и дает обратную связь постоянно добрую в комментариях но даже те немногие случайные которые заскочили вдруг я теперь буду отсылать к этому ролику другое дело вторая часть этого вопроса когда люди начинают возмущаться внешним видом моих спикеров ахни такие волосы у трихолога так как ее вообще можно слушать если у нее три перины на голове да как ее можно слушать если она не следит за фигурой это по поводу внешности ирины попова меня все время возмущает к последний ролик с наталья ксин и чуйко где-то увидели у нее плохое состояние кожи рук о том что молди совета дает молди совета дает а при этом у нее свои руки ужасные я специально пересмотрела ролик чтобы посмотреть где вы увидели ужасные я руки я на приеме было у нее до в процессе процедуры я не видел ужасных рук отлично человек выглядит но почему-то считается такой стереотип что у специалистов эстетической медицины у специалистов красоты обязательно сапожник должен быть сапогах а вот если она ничего себе не делает то значит сапожник без сапог и что-то видимо она знает раз она другим колет и себе не колет девочки ну давайте во-первых опять-таки снова возвращаясь к этой теме учитывать реальный возраст человека это раз вы не знаете сколько лет наталья ксин и чуйко я уверена что она старше вашей мамы большинство из вас смотрящий это только наверно у нас такой стереотип что если косметолог если врач инъекциониста она должна все на себе применять и выглядеть просто как кукла да вот просто волосы накладные макияж активный если врач без макияжа все это уже не врач эстетической медицины и она вы якобы ее ее навыки ее опыт ее врачебную то есть можно сказать врачебную интуицию все знания вы нивелируете до внешнего вида это неправильно ну хорошо давайте тогда приходя к на прием к гинекологу пардон мы будем требовать чтобы она раздая расставила ноги показала все ли у нее там все в порядке иначе мы не будем же верить что она хороший гинеколог понимаете абсурдность это их этих суждений что нельзя оценивать знание опыт врача только по тому как он выглядит конечно есть какие-то меры и я ну меры нормального внешнего вида я надеюсь что данные суждения вас могут чуть собрать в кучу мысли в кучу и переключить от каких-то знаете таких инфантильных суждений которые больше будут говорить о развитии девочки 16 лет нежели женщины среднестатистическая зрительница моего канала и прежде чем такое писать ну подумайте несколько раз да дабы но не стоит иногда демонстрировать невежество таким вот способом для тех же зрители которые имеют царя в голове за что вам огромное спасибо за поддержку в комментариях за новый вопрос за не только за добрый да за именно за похвалу вот я даже если вы заметили даже на похвалу отвечаю меньше нежели на конструктивную критику что даже если что-то вы пишете и очень тактично на это показываете вот именно эти комментарии ценится больше всего но также вопросы ваши новые запросы для новых роликов спасибо вам большое что смотрите поддержите подписывайтесь на канал подписывайтесь в другие социальные сети следите за мной в инстаграме я это очень-очень я это очень-очень-очень-очень ценю и увидимся новых роликов с вами Оксана Терехова всего доброго пока пока